Более 10 мальчишек и девчонок Успенского сельского поселения стали счастливее в новогодние праздники. Такое поистине праздничное настроение ребятишкам обеспечили добрые Дедушка Мороз и Снегурочка, заглянувшие на елку желаний в Успенский Агропромсоюз. На территории поселения проживают 4 семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. По этой причине не могут позволить для скромного семейного бюджета дорогостоящие подарки. Глава поселения Юлия Щербакова обратилась к генеральному директору Агропромсоюза Александру Мальцеву с инициативой помочь детворе поверить в сказку. В этих семьях у нас находятся 11 деток и попросила выступить Александра Георгиевича в роли Деда Мороза, исполнить мечты ваших деток. Александр Мальцев с радостью поддержал благотворительную акцию, выразил намерение сделать ее традиционной. Вспомнил свою молодость, когда мы конфету родители нам давали на Новый год, этот кулек. Мандарин, я помню, папа мой с Сочи привозил мандарин и бутылочку пепси. Я не знаю, я был рад. Для некоторых родителей 500 рублей – это очень большие деньги. Я поэтому хочу сказать, что мы рады от нашей организации, от нашего коллектива. Мы тоже хотим вас поздравить. 13-летняя Анатолий Петров мечтал о новой зимней куртке. И благодаря меценатам она у парня появилась. Дети из многодетной семьи Волошиных пожелали игрушечный КамАЗ, конструктор Лего Техник и кукол Бэби Бон. Игрушки вручены ребятишкам. Многодетной семье Цицилиных из станицы Новолокинской также достались желанные подарки. Ирине Дедушка Мороз принес конструктор Лего. Оле алмазную вышивку, а годовалые Варвара и Елизавета получили музыкальные игрушки. Максиму Овчарову вручили героиню детских забав и веселых вечеринок популярную игру Уна. В завершении новогодней встречи руководящий состав Успенского агропромсоюза поздравили руководителей сельских домов культуры, детских садов и школ поселения. Преподнесли поделки ручной работы и памятные сувениры. Желаем здоровья вам, вашим песням. Пусть Новый год будет плодотворным, успешным. Решаются поставленные задачи. Пусть сопутствует счастье, удача, благотворниче. За Новый год принято дарить подарки. Мы тоже с такими новогодней композициями, которая сделана с любовью и душой. Пусть создав атмосферу праздника. Большое спасибо за костюм Снегурочки. Я сразу обратилась на нашу красавицу. Красивый вообще. Радует наших леток в этом году. Я думаю, что долгие годы пора будет радовать в этом костюме. Активные школьники прочли стихотворение. Нас пишет год чудесный быка. Пусть он радует и поздновляет. Пусть волнует, но только слегка. Пусть подарит им новые встречи. Много новых, ярких идей. Чтоб день каждый был безупречен в окружении любимых людей. Год предыдущий пусть будет хорошим. Много счастья пусть ждет год быка. Все плохое, мешком захорошим. Понесет деньжат два мешка. В свою очередь от Успенского агропромсоюза и партнера предприятия фирмы Сюгден гостям вручили фирменные коробки со сладкими подарками. Вы подарили нам подарочки. И дирекция Александр Георгиевич дарит вам тоже, а там всех нас, тоже вот такие презенты. Спасибо. Новогодние. Юлия Щербакова и Александр Мальцев поздравили участников елки желаний с наступающими праздниками. Хочу в этот день поздравить всех, пожелать вам всем здоровья, благополучия, процветания, мирного неба. И, как многие говорили, снять эти маски, чтобы мы поводили хороводы, потанцевали, повеселились. Прошло хорошее мероприятие, которое мы надеемся, что оно у нас станет традиционным совместно с агропромсоюзом. Это елка желаний. Увидели на лицах детей радость. Те желания, которые, кажется, они хотели загадать Деду Морозу, Александр Георгиевич сегодня исполнил. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой Юлия Щербакова доставила на дом долгожданную игрушку полуторагодовалому Роме Емцеву, потерявшему недавно маму в результате несчастного бытового случая. Судя по улыбке, сидевший на руках у своего папы малыш был доволен новогодним подарком. Не оставили без внимания и прежнее руководство Успенского агропромсоюза. В компании Деда Мороза и Снегурочки глава поселения Юлия Щербакова поздравила в хуторе Туркинском генерального директора предприятия «Каскад Агра» Евгения Туленова. Пожелать вам самое главное – здоровья, удачи, терпения, чтобы ваше предприятие вновь созданное, процветало, хороших вам урожаев и всего только самого-самого замечательного. Евгений Иванович поздравил жителей района с новогодними праздниками. В новом году я желаю, чтобы все, что было в этом году плохое, чтобы осталось, и чтобы, наконец, мы победили эту болезнь, которая сейчас мучает всех. Всем здоровья, процветания и самых лучших, что есть у нас на свете, чтобы в каждую семью пришла радость, счастье и покой. В качестве новогоднего подарка гости преподнесли руководителю фруктовую корзину. Чтобы были угостены, все задумано, все, самого-самого доброго.